Девушки отдыхают В котором мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад. Ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 13 мая. 13 мая 1871 года в Тверской губернии в дворянской семье родился Владимир Владимирович Свечин, полковник лейб-гвардии Преображенского полка и вице-президент Императорского российского автомобильного общества. Он внес большой вклад в автомобилизацию России, организуя международные ралли и выставки. В 1909 году, будучи заместителем председателя РАО, Свечин был избран одним из четырех вице-председателей Парижской конференции, где была принята Международная конвенция об автомобильном движении и подписал конвенцию от имени России. 13 мая 1876 года в городе Кеноша, штат Висконстин, США, родился Чарльз Томас Джеффери, сын Томаса Б. Джеффери, основателя Томас Б. Джеффри Компани. 13 мая 1921 года в Токио, что в Японии, организована машиностроительная компания КамАЦУ Лимитед. Компания выпускает различную дорожно-строительную технику до сих пор. Пульдозеры, экскаваторы, автопогрузчики, лесовозы и самосвалы. 13 мая 1929 года в городе Павлово на Оке Горьковской области родился Марк Васильевич Демидовцев, советский художественный конструктор, бывший главный дизайнер УАО «АвтоВАЗ». В 1960 году после окончания учебы он поступил на Павловский автобусный завод руководителем Бюро художественного конструирования автобусов. В 1967 и 1969 годах участвовал в международных конкурсах по автобусам в городе Ницца. За оригинальность и новизну был награжден двумя золотыми знаками. В 1970 году приглашен на Волжский автомобильный завод в конструкторско-экспериментальное управление на должность руководителя отдела дизайна автомобилей. Позже назначен главным дизайнером УАО «АвтоВАЗ». В 1998-2011 годах был помощником вице-президента по техническому развитию «АвтоВАЗа». 13 мая 1938 года стала банкротом американская автомобильная фирма Pierce Arrow, которая выпускала безумно красивые, но при этом и безумно дорогие автомобили. Это и погубило роскошный бренд, не сумевший пережить Великую Депрессию, как и некоторые другие автомобильные бренды. Последней моделью марки стала стильная серебряная стрела или Silver Arrow. Еще в 1912 году Pierce Arrow удивила автомобилем, крыша которого состояла из двух литых частей размером 1650 на 1350 мм и толщиной 3 мм. В этот день в 1950 году в английском городе Сильверстоун прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. Первый чемпионат Формулы был проведен на трассе Сильверстоун, проложенной по взлетно-посадочным полосам бывшего военного аэродрома. Стартовавший на Альфа-Ромео, 44-летний итальянский гонщик Джузеппо Нинафорино лидировал всю гонку от старта и до финиша и победил. Первая гонка проходила в присутствии членов британской королевской фамилии и в ней приняли участие сильнейшие гонщики своего времени. Хуан Мануэль Фанхио, Луиджи Фаджиоли, Луи Розье, Редж Парнел, Принц Биро и другие. Ну а Формула-1 это чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Формула-1 или королевская формула является самым популярным, дорогим и высокотехнологичным видом автогонок. Чемпионат мира Формулы-1 проводится каждый год и состоит из отдельных гран-при или этапов. В конце года по сумме этапов определяется победитель чемпионата. В Формуле-1 соревнуются как отдельные пилоты, так и команды. Пилоты соревнуются за титул чемпиона мира, а команды за кубок конструкторов. Но это так, небольшая информация для тех, кто не в курсе. 13 мая 2011 года Мерседес-Бенц Вито отпраздновал юбилей. Миллион автомобилей сошло с конвейера завода Витория со дня выпуска первого минивэна. Юбилейный минивэн выполнен в черном цвете и оборудован шестицилиндровым дизельным двигателем. Ну а на сегодня все, но завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь автомобильной истории. Каждый день ровно в 8 вечера на нашем ютуб канале смотрите свежий выпуск календаря. Подписывайтесь на канал, так вы не пропустите ни одной новой серии. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео, только культурно. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях, или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра.